Мы замечаем братское согласие и ясность кроткую людей простых, открытых небу, ангелам и счастью, что родилось в святую ночь. Рождество. Сколько чуда и света в этом красивом слове. Прекрасное настроение, подарки, встречи, путешествия, улыбки, счастье. Все то, что характеризует этот по-настоящему волшебный семейный праздник, которого одинаково ждут и взрослые, и дети. Одно из главных православных торжеств уже не один год подряд подушевляет воспитанников воскресной школы и юных хористов на добрые дела и благословляет на проведение праздничных концертов. Звездную ночь, Христос рожден, ясный простых был положен. Ангел с небес, поиск один, он поступал, месть, родился с ним. Работит все, Христос рожден, ясный простых он положен. Сегодня будет сценарий именно о том, что каждый православный человек на Рождество ждет чуда. И вот это чудо, оно приходит к каждому человеку. И вот если этот человек действительно ждал с открытым сердцем, оно всегда придет, это чудо. Рождественскую сказку о том, почему так важно быть милосердными друг другу и как сделать жизнь своей семьей мирной и светлой, показали на сцене областного общественно-культурного центра воспитанники-педагоги воскресной школы Свято-Симеоновского кафедрального собора. Ребята вместе со своими наставниками практически два месяца готовились, чтобы пристать на сцене в новом для себя амплуа и рассказать, что прошел еще один год. И в гости в каждый дом пришел один из самых главных православных праздников – праздник Рождества. Всегда мы готовимся где-то два месяца, да. Нам дают слова, мы их учим, ходим по воскресеньям на репетиции и учим слова. Сначала без костюмов работаем, потом уже с костюмами и с реквизитом. Это всегда дружно, это доставляет удовольствие. И мне кажется, что те зрители, которые смотрят на нас, каждый раз выносят что-то новое. Праздник Рождества – одно из лучших воплощений всех существующих в наше время праздников. И пока эти ребята несут в своем сердце частичку этого света и добра, светлее будет всем вокруг, теплее близким и родным. Для нас это не взрослые темы, это для нас, чтобы стать поближе к Богу, чтобы больше всего знать о Рождестве, о праздниках, о святых, и всего вот этого. Хочется донести до людей, что вообще этот праздник, что он очень великий, принес надежду людям о том, что есть спасение во Христе.